Привет всем! Сегодня мы рассмотрим относительно новый чехол. Он называется чехол-бампер с примесью каленого стекла. Раньше мы видели уже с вами такие пару лет назад. Выпускались на Redmi Note 2 еще, Meizu M2 Note и некоторые другие. Но они шли с пластиковыми краями. Сейчас же этот идет с такими резиновыми краями с мягкими. ТПУ, резина, раббер, как по-английски хотят, так и называют. Вот так вот они выглядят. Берется за основу пластиковый чехол, пластиковый зад. Сверху вклеивается стекло. Ну, или очень похоже на стекло, оно явно разбивается. Но я думаю, что стекло это не пластик. И края, видите, к пластику здесь приклеена резина. Сделано довольно-таки неплохо, выпускается во многих цветовых решениях. Перед нами розовый, белый, черный и красный. Есть еще некоторые цвета. Это моделька-чехло для Xiaomi Redmi S2. Но выпускается также для 5+, Note 5. Очень много популярных моделей смартфонов. И Xiaomi, и Meizu, и некоторые другие. Надписи сзади. Glass Case Designed in Hong Kong. Сверху написано Wireless Signal Connects Well. Он не уменьшает Wi-Fi сигнал и сигнал телефона. Благодаря тому, что эти части не металлические и даже не пластиковые, а просто резиновые. Ничего с ним не происходит. Выполнен чехол довольно-таки неплохо. И учитывая его относительно низкую стоимость, я могу сказать, что это один из таких наиболее хороших, красивых чехлов на сегодня. Бамперов. Если вам нравится бампер-защита с трех сторон, 360 градусов, вот здесь вот, сзади и все бока. На примере 5+, можем посмотреть, как он садится на телефон. Вот так вот выглядит. Все отверстия полностью совпадают. Кнопки нажимаются идеально. Стекло сейчас наклеено сюда неполноразмерное, обычное, прозрачное. Бампер имеет небольшие бортики, которые закрывают 2.5D изгиб самого телефона. Чуть-чуть, вот видите, накладывается на родной экран после рамки. Что тоже довольно-таки неплохо. Ну, сейчас вот наклеено стекло и четко бампер по уровню со стеклом находится. Если наклеите 5D стекло, то защитит абсолютно полностью, как раз бампер станет на грани с 5D стеклом. Если будет прозрачное стекло, то здесь где-то по полтора-два миллиметра будут зазорчики. Ну, тоже сюда уже при падении телефона ничего не попадет. Конечно, когда телефон упадет на эту часть, стекло это явно разобьется. Ну, вообще выглядит довольно-таки неплохо. Все отражает абсолютно. Возможно даже использовать его в качестве какого-то зеркала, когда его нет под рукой. Там посмотреть на себя или отразить цвет. Там может пускать солнечных зайчиков, не знаю. Все чехлы имеют черную окантовку. Меняется только цвет вот этого вот пластика сзади, крашеного, на который сверху приклеивается стекло.